В программе капремонта за свой счет назревают перемены. Льготы для определенных категорий граждан должны быть предусмотрены. Такое поручение губернатор Вадим Потумский дал в ходе аппаратного совещания. Давайте разработать эту форму льгот. Мы вынесем ее на областной совет. Убежен, что областной совет нас поддержит в этом отношении. Это пример такие, как лица, достигшие возраста 80 лет. Можно посмотреть там другого немножко. Потом надо посмотреть по многодетным семьям, по участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. В общем, посмотрите все категории граждан, посмотрите, в какие это цифры для нас будут выливаться. Но мы со своей стороны должны обязательно предусмотреть какие-то льготы. Логика такого решения абсолютно справедлива, говорят орловчане. Льготы нужны. Льготы я за. Только за. Я считаю, что так, потому что малоимущие. Тяжело, конечно. Потому что не все могут по своим средствам платить, сравнить пенсии. Да и зарплаты не у всех позволяют. Хотелось бы, чтобы эти денежки не ложились на плечи неработающих пенсионеров или работающих пенсионеров и других граждан. На первый план выходит еще один проблемный момент программы капремонта. В Орловской области свыше 260 домов, памятников архитектуры и культуры. Их жители также платят обязательные взносы за капремонт. За счет средств фонда осуществлять капитальный ремонт нельзя. Соответственно, мы обратились уже к министру. Что делать с такими домами, да? И руководству фонда содействия рекламного ремонта, я сам с ним разговариваю, с руководителем фонда, они тоже не знают. Петр Павлович, на региональном уровне предусмотреть возможность создания отдельных котлов по этим домам, чтобы они не уходили в общий котел. Может быть, да. Нужно управляющим компаниям, которые занимаются содержанием этих домов, провести в кратчайшие сроки собрание с гражданами и предложить гражданам эти деньги саккумулировать, оттреть свой отдельный котел, вычленив эти средства из общего котла, перечислив их на их котловые счета. Орловская область входит в число трех субъектов страны, в которых охват учащихся горячим питанием составляет 100%. В будущем году такая практика будет продолжена. Напомним, на заседании правительства Вадим Потомский поручил не снижать расходы на питание школьников на будущий год. В 17% общеобразовательных школ, их 65, питание школьников обеспечивается 12 предприятиями общественного питания, в остальных работники пищеблока являются штатными сотрудниками школ. Контроль качества продуктов школьного питания для Роспотребнадзора – задача среди приоритетных. Орловщина вполне может накормить детей своими, причем качественными продуктами, говорит Вадим Потомский. Оно все производится здесь. И молочные продукции, тем более хлебная продукция, мясная продукция – у нас для этого есть все. Никто нам не мешает кормить детей своей продукцией. Никто. И по цене это должно быть, соответственно, дешевле. А с учетом того, Владимир Владимирович, что этим предприятиям мы оказываем помощь, так или иначе, всем, по вашему департаменту, то есть предмет торга. Они не могут быть дороже. Еще одно поручение адресовано городским властям. Речь идет о так называемой уличной торговле. Городским чиновникам следует усилить работу с реальными нарушителями, а не бороться с бабушками, которые продают плоды своего огорода, говорит губернатор. Места торговли тоже необходимо приводить в порядок. К следующему понедельнику, даже к заседанию правительства, отдельно по рынкам какую-то информацию подготовим. Ладно? И будем по ним тоже принимать решения. И это не касается только города Орла и других городов. Инценская, Ливна и так далее, и так далее. Что касается Орла, меня интересует санитарное состояние центрального рынка, что там происходит на самом деле, какое там положение дел. И в конце концов, дайте мне пояснение, до какого века надо дожить городу Орлу, чтобы у нас пропал полиэтиленовый рынок. Вот Андрей Иванович, Василий Федорович, вам месяц, чтобы вы с собственником разобрались. Я не говорю, его оттуда надо сносить. Я говорю, сделайте так, что если это рынок, то пусть он хоть на рынок будет похож. С наведением порядка на дорогах зимой проблем не возникнет, сказал Александр Барташов. Дорожники и коммунальщики готовят к новому сезону технику и песко-соляную смесь. Достигнута договоренность с федеральным казенным управлением М2 Крым взаимодействие в случае экстренных ситуаций взаимовыручки. В целом, на сегодняшний день обеспечена готовность для бесперебойного и безопасного движения транспорта в зимний период. К этому вопросу члены правительства обещали вернуться на других совещаниях. В случае выпадения обильных осадков на помощь коммунальщикам выдвинется техника строительных и коммунальных предприятий. Наталья Фехтерева, Антон Яковлев, Телеканал, Первая областная.